Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас обо всем подробнее. Депутаты Анапы на очередной сессии рассмотрели изменения в бюджет. Увеличена доходная часть главного финансового документа. Распределены дополнительные расходы. Провел заседание председатель совета Леонид Кочетов при участии главы Анапы Сергея Сергеева. На пленарном заседании депутаты рассмотрели 9 вопросов повестки дня. Утвержден список земельных участков, ранее находившихся в перечне свободных земель, на которых граждане, имеющие трех и более детей, проживающие в Анапе, в течение 180 дней не подали заявление для последующего предоставления гражданам, зарегистрированным на территорию Кубани, и которые за последние пять лет не получали бесплатно в собственность земельные участки. Внесены изменения в перечень свободных земель и земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей. Из перечня исключены участки, по которым заключены договора аренды, а также участки, на которые в течение 180 дней не поданы заявления. В перечень для предоставления в аренду многодетным семьям включены земельные участки, которые поставлены на кадастровый учет. На 1 сентября этого года земельные участки получили 805 граждан, воспитывающие трех и более детей. Внесены изменения в бюджет 2014 года. Доходная часть бюджета увеличена на 100 миллионов 11 тысяч рублей. Общий объем доходов утвержден в сумме 3 миллиарда 881 миллион 609 тысяч рублей. Увеличены расходы на обеспечение финансирования мероприятий муниципальной программы «Доступная среда», на материально-техническое обеспечение учреждений образования в соответствии с наказами избирателей, на создание в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, обеспечение функций муниципальных учреждений отрасли «Молодежная политика», обеспечение жильем молодых семей, предоставление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. находящихся под опекой или переданных на воспитание в приемные семьи. Шквалистый ветер с моря повредил ограждение старого кладбища на высоком берегу. В выходные работники коммунальных служб устраняли последствия стихии. В субботу сотрудники предприятия «Ремстрой» начали восстанавливать 25 секций рухнувшего ограждения. На сегодняшний момент уже восстановлены 20, заменен металлический профиль и пострадавшие крепления. В понедельник работы по восстановлению еще пяти секций забора завершат. Работникам предстоит также заменить металлические трубы и поврежденное бетонное основание. Работы по очистке и благоустройству после непогоды прошли повсеместно. С проезжих частей городских и сельских улиц и дворов вывезено более 600 кубометров листвы, сломанных ветром веток, поваленных деревьев. На помощь коммунальщикам пришли сотрудники городских предприятий, аварийно-спасательных служб, муниципальные служащие, студенты и жители курорта. Дополнительные трудовые бригады, созданные по поручению главы Анапы Сергея Сергеева, начиная с четверга, активно начали убирать город-курорт. Субботники прошли в Ореховой роще, в сквере Протапова, на набережной улицах Ленина, Шевченко, Самбурова, Гоголя, Таманской, Толстого и других, наиболее пострадавших от сильного ветра. В микрорайонах наводили порядок силами общественности. Большая часть работ на данный момент выполнена, тем не менее, следы разгулявшейся в Анапе непогоды еще остаются и в основном на частной территории, придомовой и дворовой. Проявить инициативу и навести порядок вокруг своих домов и торговых объектов С таким призывом обращаются к анапчанам сотрудники управления ЖКХ. Сентябрь, Анапа, киношок. Логическую цепочку легко продолжить. В воскресенье в станице Гастагаевской станичники радушно встретили актеров театра и кино, приехавших на ежегодный праздник. Делегацию киношока встречали казачки и казаки в народных костюмах. Хлебосольные станичники угостили артистов по традиции кубанским караваем. На сцене Дома культуры участники кинофестиваля устроили настоящий праздничный концерт. В станицу Гастагаевскую приехали известные актеры, режиссеры, деятели кино. Ведущий Роберт Манукян представил именитых гостей. Бориса Щербакова, Тамару Семину, Людмилу Зайцеву, Катерину Рождественскую, Лянку Грыу, Светлану Суховей, Ольгу Лапшину, Аллу Будницку, Александру Афанасьеву Шевчук, продюсера фестиваля Владимира Игнатьева и многих других артистов. Собравшихся со сцены приветствовали заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, и вице-президент «Мама фестиваля» Ирина Шевчук. Когда говорят, что гостагаевские встречи будут там какой-то день, мое сердце бьется, я знаю, что мы приедем сюда, и я говорю всем вновь прибывшим на фестиваль, которые никогда здесь не бывали, что вот туда-то нужно поехать. Можно пропустить просмотр какого-нибудь фильма, но пропустить гостагаевские встречи нельзя. Потому что мы знаем, что вы нас ждете, любите, и это взаимно. Артисты сказали много теплых слов жителям станицы. Ольга Лапшина спела русскую народную песню, а Александр Цуркан исполнил всеми любимую композицию Булата Акуджавы. Основные гуляния развернулись в станичном парке. Сельские округа Анапы представили свои традиции. Особенно весело было в Куренега Кадзорского сельского округа. Звезды кино сдистанцевали национальные армянские танцы, и угощались долмой. Песни, пляски и тосты доносились с каждого подворья. Шикарно, прекрасно, празднично, радужно, как родные. Родной прием. И очень хорошо, потому что мы их любим еще больше на вид, чем они нас. Чистым сердцем. С каждым годом гостеприимней и гостеприимней станица Гостогаевская. Я ее обожаю, потому что такого гостеприимства я не встречал нигде. Хотя я очень много езжу и по миру, и по России. Такого гостеприимства нет нигде, уверяю вас, только в станице Гостогаевской. Станичники фотографировались с артистами, брали автографы. Для всех гостей работала главная сцена, на которой выступали творческие коллективы города и сельских округов. День основания станицы весело и ярко отпраздновали жители Анапской. Организовали и провели ярмарку, наградили самых активных и ответственных работников. На нескольких метрах сплошной праздник гостей станичники встретили нарядной ярмаркой с угощениями и сувенирами на память. Вероника Богданова и Оксана Здоровенко сориентировались в девчачьей теме. Ободки, резинки с цветами, заколки, магниты – все авторской ручной работы. Резиночки разные, магнитики. Ну, раз ярмарка, что? Вот мы принесли продавать. Сами делали? Представительницы школы номер 21 станицы Анапской удивили шедеврами карвинга и для каждого гостя приготовили сюрпризы. Пирожки у нас вкусные. И чай самовара на дровах. А вы угощаете? Всех желающих. А тут у вас красота какая-то неземная. А то мы сами, сами делали в школе. Это тоже карлинг, только из тыквы. Ну, как бы, видите, много очень овощей. А что символизирует? Осень, как бы, сбор урожая. Сотрудники библиотеки представили самую полезную, вместе с тем, самую трогательную экспозицию. На подборке архивных фото станица Анапская образца 65-го года. Вот так на самом деле на полу сидели и ели. Выйдешь с редка, в чем есть, в том сидишь. Вот такие фотографии у нас, архив есть. Мы сегодня принесли в честь станицы, выставили. Подходят много, смотрят, узнают себя. Пожилые люди. Здесь есть и школьники, которые... Ну, чубалики были. В общем, из прошлых лет в станице Анапской. Такая у нас фотобуставка называется. С 65-го года фотографии люди, станичники, именно приходят и узнают себя. Это ОПХ, да, совхоз был ОПХ Анапа. Бывший директор совхоза был. Все был колхоз, там совхоз. То есть, как бы, это история наша. По пути до сцены, где состоится главное событие – награждение самых ответственных и активных тружеников – еще одна выставка. Станичники узнают знакомых на фото родственников, участников Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Отмечена работа по благоустройству и развитию станицы. Почетной грамоты и благодарности главы города и Анапского сельского округа получили активные труженики. Дорогие друзья, я хочу сказать буквально пару слов. Вот это то коллектив, который активно участвует в жизни нашей станицы, который оказывает помощь. Счастья им, здоровья и быть всегда такими верными и преданными, настоящими патриотами своей Родины. Глава Анапского сельского округа Олег Гончарук отметил особенности округа. Он самый большой по численности и площади и развивается активно благодаря труду станичников и поддержке администрации. Для нашей станицы сегодня важное и ответственное мероприятие, день нашей станицы, праздник. Хотел бы сказать, что глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Сергей Павлович уделяет нашему округу очень важное и серьезное внимание. Мне бы хотелось сегодня не просто в канун праздника, а именно на этот праздник поздравить всех жителей, ветеранов Великой Отечественной войны, от имени главы муниципального образования города-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева с этим замечательным праздником пожелать вам прежде всего доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия. Параллельно с праздником основания станицы Анапской в микрорайоне Алексеевске на спортивной площадке провели свой праздник. Организатор, председатель совета микрорайона Дмитрий Деканенко. И, конечно, праздник получился ярким благодаря помощникам и активным жителям микрорайона. Праздник День микрорайона. Этот праздник мы отмечаем вместе с праздником День освобождения Анапы, День города. Мы все вместе собираем. Помогает нам очень хорошо предприниматели в проведении этого праздника. И мы благодарны в этом году председателю общественного совета нашему Дмитрию Николаевичу. Очень внимательный человек к населению. Я думаю, что Алексеевка наша преобразится. Он помогает во всех проблемах Алексеевки. Теперь что, в подсыпке дороги участвует, помогает ветеранам. Он только начал свою работу, поэтому все, что сейчас пока делается, это благодаря ему. Станислав Носенко пришел поддержать супругу. Ее награждали и привел на праздник внуков. Праздник отлично. Собралось очень много народов, много детей. Очень весело. Здесь также честовали самых активных жителей, вручали грамоты, дарили подарки. Во время выступления ансамбля «Звонница» с частушками зрители занимали самые выгодные места. Праздник в микрорайоне Алексеевский стал завершающим в череде городских. Честование активных жителей провели во всех микрорайонах города. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 30 сентября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью 17 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48300 и 48333.